Девушки отдыхают... Пора укольчик делать. Как же это так? Мы только что с ней разговаривали. Это бывает. Инфаркт, тромбоэмболея. Благодарю за то, что выполнили последнюю волю, обречённой на смерть. Настя умерла. Настя? И она тоже? Всё-таки я попытаюсь найти Николая. Неужели это так важно? Понимаете, Настя просила Николая передать тридцать тысяч долларов её брату, Егору? У Настя нет брата. И никогда не было. Субтитры подогнал «Симон» 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 Юля. А что случилось? Юля! Да там... Здравствуйте! Здравствуйте. Володя, что случилось? Это я тебя должен спросить, что случилось. Кто это? А разве она не с вами? Я не с ними. Я им чай предложила, они меня допрашивать стали. А кто я такая, я уже говорила. Я Маргоша. Маргоша? Так это же Синина теща. Теща? Нет, вы серьезно? А дочка ваша, значит, замужем за Синей, да? Угу. Володь, ты знаешь, я всегда мечтал о такой тещи, а? Ярослав. Хорошо, все. У нас что, других дел нет? Лампа, ты хоть понимаешь, что это ненормально? У вас постоянно живут какие-то чужие люди. К ним приходят сомнительные тещи. Неужели не страшно пускать в дом всех подряд? Синя и Света? Юлины друзья, никакие они нам не посторонние. А Маргоша их теща, родственница. Ага, теща, а? Угу. Тогда почему Юля мне позвонила? Зачем она нас вызвала? Зачем? А? Светка сковородку унесла. Но это ерунда. Отец волнуется. Знает, что дочери. Жить не на что. За гладранца замуж вышла. По-моему, у меня достаточно оснований, чтобы прийти сюда. Лампа, я думала, это ты. Я в глазок не посмотрела. Открываю, а там она ворвалась и сразу на кухню. Я испугалась, и Володе позвонила. Извините, обидеть никого не хотела. Ну, просто у меня темперамент такой. Теща с темпераментом. Между прочим, Маргоша, вы сами чуть не вышли за гладранца Синю. Ведь так? Кто это вам сказал? Он сам или Светка? Кто-то сказал, не сама придумала. Хм, ерунда какая. Знаете, какие мужики меня замуж звали? Да и вообще мне нравится постарше. Такой муж-отец. А вдруг и впрямь отец? Ну, мало ли что было в прошлом. А у наших родителей свои секреты. Какой смышленый мальчик. Ваш? Мой. Сочинение написал? Ага, чиновников уволил, взяточничество искоренил, а Хлестакова посадил. Зачем? Что это? Сочинение задали на тему, чтобы я сделал на месте городничего. И он это написал? Ни в коем случае не показывайте учительнице. Почему? Она решит, что мальчик политически-экономически неграмотен. Отстал от жизни и вообще утопист. Нормально написано. Свои дети будут, вот ими объясняйте, как писать. А у меня уже есть дети. Сенечка и Светочка. К сожалению, такие же утописты. Вы мудрая женщина. Почему же вас зять не слушается? Ну вот что. Мне совершенно неинтересно, как складывается семейная жизнь с Сеней. Зачем меня оторвали от работы? Я думала... Ты не думала! В этой семье вообще никто не думает. Как это? Не посмотрела и открыла. У вас есть пример. Лампа. Сколько раз она находилась на грани смерти, только потому, что не посмотрела. Перестань кричать на девочку. И перестань учить меня. Я буду жить так, как считаю нужным. И обойдусь без твоей помощи. Ярослав. Да, Володя. Пойдем отсюда. Пойдем. До свидания. Продолжение следует... Давай руку. Ага. Вот снегу навалил, а? А вечером вообще заметет. Дай присмотреть. Держи. Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, где монастырь? Монастырь? Там. Ага, спасибо. Ну, а Петрович что, закроет наряды? А куда он денется? Держи. И раз. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне сказали, что только с вами можно до монастыря добраться. Ну, правильно сказали? Садитесь. Ага, спасибо. Батюшка Грешник любит лимонад. На машине туда не проехать. Только моя Ауди по такому снегу проходит. Монастырь мужской. Вы в курсе? То, что надо. У меня вполне традиционная ориентация. Это радует. Монастырь, Монастырь, Монастырь. Монастырь, Монастырь. Давай на первый. Встречайте, братья. Джентоник и девушки. Продукты привез. И гости тут к вам. На ручной Ауди. Здравствуйте. Простите, а как вас зовут? Отец Филарет. А вы к нам по какому вопросу? Я ищу Звягинцева Николая Федоровича. Он здесь? У нас таких нет. А что же мне делать? Я замерзла. Я столько ехала. Николай Звягинцев, мирское имя. Теперь он отец Иоанн. Так он здесь. Можно мне его увидеть? Он мне очень нужен. Пожалуйста. Подождите. Ты за мужем приехала? Зря. Не вернется он. Даже разговаривать с тобой не станет. Поехали обратно. Через лес дорогой одной страшно. Поехали. Нет. Мне очень важно встретиться с Николаем. Ну как хочешь. Здравствуйте. Вы Николай Звягинцев? То есть отец Иоанн? Дочь моя, вы приехали в мужской монастырь. Здесь на разговоры с женщинами благословили только меня. Объясните цель своего визита. У меня поручение от вашей бывшей жены, Насти Звягинцевой. Она умерла. И оставила для вас письмо. Вот оно. Ну хорошо, я так скажу. Настя просила вас разыскать Егора, ее брата. И передать ему деньги. Она очень на вас надеялась. Это было важно для нее. Дочь моя, спасибо, что взяли на себя труд сообщить. Мы помолимся об упокоении рабы Божьей Анастасии. Хорошо, но я не только за этим приехала. Мне нужна ваша помощь. Отец Иоанн помолится о душе новоприставленной. Спасибо. А давайте договоримся так. Я привезу вам завтра деньги, а то сразу брать не рискнула. Сумма большая, ехать с ней в автобусе страшно. Не трудитесь. Мирские заботы более не существуют для отца Иоанна. Теперь его жизнь посвящена Господу. Ну, а как же деньги? 30 тысяч долларов? Здесь злато нетребуемо. Так это не вам. Это для Егора. Настя очень надеялась, что вы поможете. Прошлое мертво. Ну, и что же мне делать? А вот вы, как священник, что бы вы мне посоветовали? Боюсь, мой совет придется вам не по душе. Ибо сказано, Господь не дает человеку большего креста, чем тот сумеет снести. Простите, я не совсем понимаю. Очевидно, деньги и поиск молодого человека – испытания, но посланные не отцу Иоанну, а вам. Покойная умирала в вере, что ее последнюю волю исполнят все непременно. Значит, вы хотите сказать, что я должна этим заниматься? Так надо бы на и о душе подумать. Ну, я и так уже два дня потратила. Может, и год потратите. Надо и спить эту чашу до дна. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Люди обычно берут либо для прикола, либо друзей посмешить. Я частный детектив, а без красной книжки с нами не разговаривают. Ты частный детектив? А, неверные мужья, жёны и так далее. Это в прошлом. Особо опасные преступления. Не страшно? Работа как работа. Ну и рутины хватает. Дарю. Нет, зачем? Нет, 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 возьми, возьми. Буду теперь всем рассказывать, какая у меня клиентка серьёзная. Спасибо. Работают же люди, а? Всё в твоих руках. Пока. Майор. Генерал-майор. Галь, Галь, посмотри здесь, я скоро вернусь. А то получается сапожник без сапог. Вам Регину? Нет, Егора. А никакого Егора здесь нет. А кто хозяин квартиры? А я не знаю, здесь живёт Регина. А Егор? Женщина, я вам русским языком говорю, что я не знаю никакого Егора. Ну хорошо, позовите Регину. Может, она знает что-нибудь о Егоре. Я думаю, это вряд ли. И к тому же Регина на работе. А где она работает? В агентстве силуэт на Арбате. Прошу вас, присаживайтесь. Пожалуйста. Демонстрация нижнего белья, верхней одежды. Мне нужна Регина. Регина занята. Спасибо, я бросила. Форум молодых художников боди-арт. Возьмите Стеллу. Она одного плана с Региной. Нет, мне нужна Регина. А вы не скажете, где проходит форум? Театре-вешалки, через два дома отсюда. Но Регина будет занята всю неделю, до одиннадцати часов. Сами понимаете, мыться долго. Возьмите Стеллу. Тип тот же. Параметры почти одинаковые. Только размер ноги сорок второй. Но она настоящая звезда. Имя говорит само за себя. Спасибо, я подумаю. Параметры почти одинаковые. Спасибо. Спасибо. Скажите, а как мне найти Регину? Она кто? Художница? Журналистка? Манекенщица. Все вешалки здесь. А Регина? Нашла тебя. Скажите, а где Регина? Да вот же она сидит. Ну, чтоб сердечко. Вы Регина? Ну, я. Отвалите, дайте отдохнуть. Я не по работе. Мне узнать нужно. Что узнать? Говорите быстрее. А это нарисовано? Конечно. Не родилась же я такой. Разрисую, ты уроды. Потом отмываюсь в полночи. Да еще смеются. Вешалки спят до обеда. А во сколько они спать ложатся, кто-нибудь спрашивает? Платят в копейки. Напрасно вы так. Очень красиво. Подчеркивает ваше совершенство. Скажите, а где Егор? Кто? Егор Платов. У меня есть информация, что он жил по адресу Новокисловский проезд, 29-37. Не знаю я. Недавно снимаю эту квартиру. А до меня там Стелла жила. Она в нашем агентстве работает. Спросите у нее. Дело врачей зашло в тупик. Ну, кто-то же убивал этих девчонок. Или ты считаешь три смерти трагической случайностью? Нет, я в такие случайности не верю. Но думаю, что самих врачей можно обвинять только в преступной халатности. В палату входит кто угодно, когда угодно. Охранник на посту спит. Теток из регистратуры можно купить за шоколадку. То есть кто-то приходил с улицы, переодевался и под видом медсестры проникал в палаты? Да. Думаю, будем работать эту версию. И для начала нужно узнать, кто из персонала потерял халат. Мне нужна Стелла. Размер ноги устраивает. Разумно. У Клаудии шифер тоже 42 размер. Будете брать? Звездочка, детка. К тебе клиент. Нет-нет, что вы? Зачем? У меня не боди-арт. Я ищу Егора Платова. Кого? Егора Платова. Он снимал ту же квартиру в Новокисловском, что и вы. А почему вы оттуда уехали? Ваше какое дело? С хозяйкой поругалась. Не знаю я никакого Егора Платова. Из чего вы взяли, что про него нужно спрашивать у меня? Регина посоветовала к вам обратиться. Ну и дура. А как найти хозяйку квартиры? У вас есть адрес? Сказала же, с хозяйкой поругалась. Адрес, естественно, выбросила. У Регины спрашивайте. Ну как? Подходит? Нет. Пожалуй, обращусь к Клауде и Шифер. Кстати, вы не знаете, она сейчас свободна? Лампа, тебя в школу вызывают. Ну уж нет, с меня хватит. Пусть мама сходит. Мама-то сходит, но тебя в школу вызывают. Почему меня? Опять концерт? Скажи, что у меня творческий кризис. Училка по литературе. Прочитал мое сочинение. И она спросила, откуда я набралась таких глупостей. Она хочет обсудить с автором вопросы воспитания. Еще она считает, что экономически, политически, незрел, отстал от жизни вообще утопленник. Кто? Утопленник. Она так сказала. Может, утопист? А, да, утопист. А кто это такой? Это человек, которому наплевать на мнение училки по литературе. Да? Тогда в школу можешь не ходить. Сейчас-сейчас. Сейчас-сейчас встаю, Егор, встаю. Пожар! 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 Помогите! Пожар! Откройте! Откройте! Откройте пожар! Пожар! Откройте! Вот так! Как мне позвонить пожарным? Ну, 0,1. Пожар! Пиво хочешь? Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...